В этом году производители порадовали нас новыми версиями уже легендарных девайсов, чего стоит только один минифит S от компании JustFog. Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я расскажу вам про все плюсы и минусы девайса от компании Vaporazza под названием X-Ros 2. И, конечно же, сравню его со старшим братом. Первым плюсом являются внешний вид и габариты девайса. На сегодняшний день производитель выпустил аж 10 различных ярких цветов. Среди них встречаются как монотонные одноцветные, так и градиентные. Корпус выполнен из металла с приятным текстурированным покрытием. Все края закруглены, так что держать девайс в руках достаточно комфортно. Корпус минималистичный и обладает лишь одной кнопкой, которая отвечает за включение и выключение и за подачу напряжения на картридж. Вторым плюсом, конечно же, является аккумулятор. Внутри компактного девайса спрятался довольно емкий аккумулятор на 1000 мАч. А это, если что, аж на 20% больше, чем у его старшего брата. При умеренном использовании полного заряда смело хватит на один день парения. А если он у вас все-таки разрядится, то от 0 до 100% он заряжается не более чем за 45-50 минут. Теперь плавно перейдем к картриджам. Их два на 0,8 Ом и на 1,2 Ом. В первом случае нагревательным элементом служит сетка, а во втором вертикально поставленная спираль. Так что вкус у этих двух картриджей вполне себе хороший. Никотин ощущается прекрасно и парить на нем жидкости с солевым никотином просто одно удовольствие. Но я вас уверяю, что для него отлично подойдет жидкость и с обычным никотином, и даже нулевка. Кстати, сразу же можно сказать о небольшом минусе. Для начала это ваша самая первая заправка. Поскольку отверстие для заправки спрятано, то без чьей-либо помощи вы вряд ли сами его найдете. А второй минус выходит из первого. Для того, чтобы заправить картридж, вам каждый раз придется руками касаться загубника. Но если у вас есть перчатки, салфетка, антисептик или какой-нибудь санитайзер, то это не вызовет никаких проблем. Это устройство является максимально простым. У него есть одна единственная кнопка, которая выполняет всего три функции. Включение, выключение и подачу напряжения на картридж. Мощность в устройстве регулируется сама. Все зависит от картриджа, который установлен сверху. Есть всего два режима. 11 Вт и 16 Вт. Если вы желаете больше вкуса и пара, то устанавливайте на девайс картридж сопротивлением 0,8 Ом. А если же вы хотите более тугую сигаретную затяжку, то вставьте 1,2 Ом. А еще этот девайс оснащен всеми необходимыми защитами, такие как от перенапряжения, перезаряда, переразряда, от короткого замыкания и так далее. Ну и конечно же у него есть отсечка от слишком длительной затяжки. В отличие от прошлой версии у X-Rose 2 рисунок обдува теперь изменился с решетки на капельку. А значит, что ее тугая затяжка стала еще более тугой. Регулируется все это дело при помощи небольшого рычажка, который находится на противоположной стороне от кнопки Fire. Я надеюсь, это видео помогло вам с выбором устройства. А меня зовут Глеб и с вами был, как всегда, Сигарет нет. И до встречи на нашем канале.